добрый день дорогие друзья вы на канале таша майская приглашаю вас посмотреть на мои самые любимые и желанные наборы которые я бы очень хотела вышивать 2022 году не планировала я снимать это видео так как люблю вышивать по вдохновению начинать именно по моему личному желанию а не потому что я так себе распланировала поэтому если честно не уверена что все осуществится именно так как я вам сегодня расскажу но что абсолютно точно вы увидите моих фаворитов именно те наборы о которых я долго мечтала каждая покупка или подарок принесли мне массу положительных эмоций и мне кажется что вам тоже будет интересно начнем из моего вышивального 2021 года перешло со мной совсем немного неоконченных работ и одна из них это павлин в гобелине от терезы венслер главный герой здесь конечно павлин но я пока двигаюсь к нему сквозь ветки листья и плоды грушевого дерева самое интересное меня еще впереди вышивается работа на двадцать пятом каунте нитками по ключу из набора много я вам про этот сюжет рассказывала и про сложности с которыми я столкнулась если вы впервые на моем канале и есть желание узнать подробнее рекомендую посмотреть плейлист посвященный этому дизайну но основное для меня в этой работе это конечно моя бесконечная любовь и удовольствие от той красоты которая получается на основе проработка деталей подчеркнутая четвертинками крестика и бесконечного бэкстича сложно цветов из неимоверного количества очень интересных блендов но все это стоит потраченных усилий так как в результате получается просто неимоверная красота скажу что тереза испытывает мой характер но от этого моя любовь к ее дизайнам не стала меньше я очень надеюсь что скоро смогу завершить эту работу и хотелось бы без пауз и промедлений приступить к следующей моей большой мечте от терезы давайте на нее посмотрим дизайн называется английский сад сэмплер меня это набор покажу вам сюжет поближе главными героями в нем выступают павлины вот посмотрите один сидит в нижней части сюжета у ворот сада на балюстраде и второй прячется среди колонн головы их повернуты навстречу друг другу и мы понимаем что они вместе за спиной у павлина раскинулся роскошный английский сад с фонтаном колонны обвиты цветущими растениями по центру композиции среди вазонов с деревцами нам предлагается вышить английский алфавит я пока склоняюсь к тому что алфавита здесь не будет а вот что появится в этом окошке мы с вами узнаем когда я это придумаю обрамляет сюжет богатая рама с элементами хардангера хардангер я еще не шила и это для меня очень любопытный и немного пугающий опыт которого я очень жду посмотрим на обратную сторону здесь у меня лежат ножницы которые ждут своего звездного часа они какие-то особенно специальные для хардангера особенность этих ножниц заключается в их носике но это пока все что мне на эту тему известно в набор входит равномерная основа 25 каунта огромное смотрите просто огромное количество ниток dmc немного крейника и бисер так и показать поближе я заглянула уже как вы видите внутрь на схему и слава богу она нет руки я нахожусь в бесконечном предвкушении и очень жду начало отшива этого сюжета мне кажется он великолепен вторая неоконченная работа перешедшая из 21 года это дизайн от sunset викторианский дом работа вышивается различными неимоверно для меня притягательными шовчиками покажу немножко сюжет поближе чтобы вы могли на превью рассмотреть техника указана как needlepoint но именно гобеленовым швом вышивается совсем немного основа сетка нитки мулине в разное количество сложений в том числе и до 8 и ниточки похожие на шерсть кремового цвета сейчас у меня на основе готова примерно четверть дизайна сюжет мне вышивать очень нравится так как он не похож ни на один из моих процессов вышивается интересно и в удовольствие домик получается как будто бы зефирный воздушный и просто мечта барби посмотрите какие нежные цвета используются в работе шовчики получаются объемные и их все время хочется трогать сегодняшнее мое желание таково что когда я закончу вышивать викторианский дом мне бы хотелось чтобы в моих процессах опять появился домик и на этот раз этот будет набор от компании буцила house of хардангер есть у меня такая тайная мысль что викторианский дом я закончу скорее всего раньше павлина и в кавычках конечно потренируюсь в хардангере до начала отшива более для меня серьезного и ответственного дизайна как английский сад не уверена что все получится именно так но я думаю мы с вами обязательно об этом узнаем интересен этот дизайн помимо наличия хардангера тем что можно вышить вариант домика на выбор это может быть дом в синим традиционном убранстве сейчас я вам его показываю или в зеленом новогоднем если посмотреть на сюжет поближе то мы увидим что дизайнер придумал для нас с вами очень интересную игру внешний облик дома с вырезными элементами хардангера вышивается на равномерной основе а то что находится внутри дома за растекловкой окошек ушивается на канве в новогоднем варианте на первом этаже это елочка и в окошке под крышей свеча на столе посмотрим материалы как мы видим это два кусочка ткани равномерная основа 25 каунта и аида 18 в наборе хлопковые нити нить перле для хардангера крейник и немножко красного бисера пока что я склоняюсь к отшиву новогоднего варианта но решу окончательно когда уже буду приступать и завершает парад начатых и не оконченных дизайнов 2021 года на сегодняшний день это новогодние игрушки разработки дименшенс рождественская деревня реплика амишоп вы видите у меня на столе два вышитых и оформленных домика и я хотела бы в этом году дополнить свою коллекцию осталось совсем немного всего-то 4 сюжета вышиваются они на 18 каунте практически полная зашивка давайте покажу вам поближе много бэкстича и французских узелков в предыдущих видео я показывала вам и процесс отшива и сборку если интересны подробности приглашаю к просмотру я очень довольна результатом игрушки получились волшебными удачно подобралась ткань для задника шнур который я крутила сама разной толщины для канта и для подвеса и кисточки которые на мой взгляд элегантно дополнили образ я их сегодня с большим сожалению сняла с елки видимо пришло время прощаться с новогодним убранством красавцы да а в продолжение темы новогодних игрушек хотелось бы хотя бы начать набор от компании Dimensions элегантные снежинки наборе 6 игрушек ну успеть бы парочку и я была бы счастлива я показывала вам этот набор в покупках рассуждала о замене ткани пока для меня эта мысль актуальна и я очень благодарна вам за обратную связь и поступившие предложения на что можно было бы заменить текущую белую основу покажу сюжеты поближе в центре каждого элемента в обрамлении снежинки находятся соцветия пуансетти кардинал на веточке шишки и бантик амарилис фрукты и колокольчики в комплект входит аида 18 каунта белый фетр для задника обе ткани я планирую менять нити Dimensions и жемчужного цвета бусины посмотрим потом как у них дела будем решать когда приступлю следующий дизайн это зимний квакер от Rosewood Manor один из моих желанных сюжетов для зимней погоды в прошлом году я вышла осенней и у меня остались неизгладимые впечатления от ниток Балдани и хотелось бы повторить этот чудесный опыт какое удовольствие получаешь заправляя в иголку одну нить а на основе происходит настоящее волшебство с переходом цвета как будто ты сменил уже 3-4 оттенка это оригинальная схема она представляет собой буклет из 11 страниц схема черно-белая но к сожалению разбито на 9 листов в прошлый раз шить именно буклетом мне было неудобно так как я боялась ошибиться при переходе со страницу на страницу и я сканировала и соединяла все кусочки схемы в результате получается конечно огромная простыня и управляться с ней тоже очень весело в этот раз я полагаю что буду вышивать по саге нужно только убедиться в отсутствии ошибочек также у меня есть нити Валдани в клубочках 12 цветов и основа кэшел 28 каунта ручного крошения сюжет представляет собой большое количество снежинок и небольшие красные птички кардиналы надеюсь что сюжет мне также понравится вышивать как и осенний но мы обо всем скоро узнаем а теперь покажу вам одну из моих грандиозных мечт и чаяний набор который я получила в новогоднюю ночь это подарок от Дедушки Мороза раритетнейший неприлично дорогой набор от Dimensions или Sampler дизайнер обожаемая мною Сэнди Ортон двойственное у меня к нему чувство с одной стороны очень хочу его начать а с другой хочется немного повладеть этой красотой и помечтать не знаю когда решусь на отшив но надеюсь что в этом году конечно сюжет не нуждается в представлении но давайте посмотрим на него поближе в центре композиции мы видим крупные калы чуть ниже ландыши вышиваемые аппетитом и лилии на английском языке все вышиваемые в этом сэмплере цветы имеют в названии слово лили от этого он и называется лили сэмплер дизайн богат на различные техники тут и аппетит и барджелло сейчас показываю и кординг и конечно бэкстич бусины и завершают композицию кистя вышивается работа на равномерной основе 28 каунта нити dimensions металлик и бусина набор потрепан где он наверное только не побывал год рождения у него 2001 но он полностью комплектен и думаю очень ждет когда же воплотиться в жизнь я не удержалась разобрала ему нити они были в пучках и на этом моменте я остановилась не знаю как это объяснить но думаю что просто всему свое время и оно непременно наступит прошлый мой вышивальный год был очень богат на прекрасных девушек с крыльями и без это и знаменитый ангел любви от лавандер энд лейс и фея луны от миробили всех своих красавиц я вам показывала в итогах года если не смотрели то полюбопытствуйте и я думаю что этот мой вышивальный год не может обойтись без сюжетов такого плана и чтобы я хотела начать вышивать на эту тему это набор от лавандер энд лейс фейри дримс посмотрите это роскошная фея с крыльями бабочки в платье напоминающим облака или волны а за спиной у нее волшебный зеленый мир из которого она только что выпорхнула и в руках у нее длинные нити бисера очень нежное лицо такое ощущение что оно вышивается аппетитом я набор еще не вскрывала посмотрю перед отшивом повнимательнее это раритетный набор девяносто шестого года такие комплектации к сожалению сейчас найти все сложнее и сложнее но я видела что можно приобрести отдельно схему и самостоятельно собрать материалы я купила этот набор по большой любви это был выстрел самое сердце его выложили в продажу и через минуту я его приобрела последней капли для меня в решении купить тот или иной набор обычно бывает просмотр оборотной стороны какие там цвета нитей и основы тут конечно все прекрасно сложного серо-зеленого цвета ткань много розово-лиловых оттенков и это сочетание цветов меня полностью покорило в наборе также много катушек крейника и бисер от нас немножко спрятался мечтаю его начать но наверное такие слова я могу сказать про любой набор который я вам сегодня показываю и если случится чудо мечтать же не вредно и я закончу Fairy Dreams то давно в моих запасах лежат сезонные ангелы от Lavender and Lace это ангел весны и ангел лето не могу пока определиться хочу конечно вышить их всех тут просто надо выбрать очередность я очень люблю весну и родилась весной возможно начала бы из этих ангелов первым именно его но меня безумно прельщает цвет основы у ангела лето сейчас я вам покажу это оборотная сторона ангел of summer а это оборотная сторона ангел of spring посмотрим на каждого ангела поближе ангел весны играет на музыкальном инструменте подол платья украшен прекрасными цветами а небесно-голубая основа равномерного переплетения 32 каунта очень нежных оттенков нити немного металлика и бисер при транспортировке бисер просыпался и я его переложила в коробочку ангел лето держит в руках цветочную гирлянду и на правой руке у нее белый голубь сумасшедшего оттенка ткань 32 каунта нити dmc металлизированная нить и много разного бисера как тут выбрать я не знаю посмотрим еще одна красавица покорившая меня своим платьем буйством цвета и бисера это принцесса илиана от миробилия устоять от такой цветотерапии просто невозможно а теперь расскажу вам историю этого набора на столе у меня реплика с алиэкспресс от dream pattern я вышивала рождественскую деревню реплику амишоп а этот производитель оказался у меня в руках впервые это подарок и я очень рада что мне его подарили несмотря на всю авантюру которую я потом сама себе выдумала первое что я решила заменить в этом наборе это аиду 18 каунта я приобрела белфорст ручного окрашивания это 32 каунт очень красивого сиреневого цвета с переходами посмотрев нити я поняла что они сильно отличаются от нитей амишоп на вид они полностью синтетические но не это самое главное я посравнивала нити предложенные к отшиву с карты dmc и поняла что указанные в ключе новые оттенки с 1 по 33 цвет заменены на какие-то близкие по разумению производителя этой реплики цвета вот что я купила на замену та же история произошла с бисером и трежерсами вот что лежала в наборе а это то что я купила на замену подробно я наверное расскажу вам когда начну вышивать но по итогу я произвела частичную замену нитей тотальную замену бисера и трежерсов и ткань это был очень интересный опыт и мне самой очень любопытно что получится в результате не буду говорить что мне очень хочется начать вы наверное и так это прекрасно знаете следующий набор о производителе которого я хочу составить свое собственное мнение называется собиратель шерсти это мой первый и пока единственный набор от шепард буш знаю что кто-то вышивает сюжеты от него в захлеб а кто-то говорит что они слишком бледные и разочаровываются мне очень интересно пробовать все новое и мне приглянулся сюжет с пастухом и его стадом дизайны этого производителя не перепутаешь ни с кем другим а стиль очень узнаваем главный герой очаровательный пастух три овечки и очень интересно цветочное оформление одновременно и арка и рамка основа в наборе belfast 32 каунта нити dmc я их уже разобрала из пучков кусочек шерсти для оформления бисер здесь что-то немножко видно и трежерсы и лента ну эта лента положена уже мной так как в наборе ее к сожалению не оказалось но на мой взгляд заменить ее было не так то и сложно шерсть и ленты посмотрите вот эта шерсть и вот ленточки используются в оформлении короба за спиной пастуха трежерсы я разглядела на посохе вот здесь на обуви и на шее мне кажется у овечек цвета нитей действительно нежнейшие и работа должна получиться очень приятной по цвету надеюсь что очень скоро я смогу поделиться с вами своими впечатлениями конечно когда я готовилась к видео и достала все свои запасы разложила на большом столе очень трудно было выбрать именно то что хочется начать прямо сейчас одним из таких сюжетов оказался набор от ланарт цветы на скамье дизайнер маржолин бастин сложный по композиции букет в весенних цветах на серой скамье много я вижу знакомых цветов но не все названия мне известны и разглядывать этот сюжет доставляет мне большое удовольствие в этом натюрморте есть и живые существа думаю бабочку вы заметили сразу а вот улитка немного замаскировалась в состав набора входит равномерная основа 27 каунта и абсолютно потрясающие цвета ниток да мне кажется только из-за них даже не знаю какой сюжет тебя ждет можно захотеть вышивать этот набор есть у меня небольшое сомнение по поводу цвета основы подумалось мне что можно попробовать заменить ее на серый цвет и сделать реверс цветов то есть не вышивать много одного и того же серого оттенка а вышить наоборот оставленные белым участки но я еще не разглядывала схему и предполагаю что моя идея разобьется об отшив в одну нить или в полукрест посмотрим если эта идея не подойдет придумаю другую есть в моих запасах и очень популярные дизайны но это совсем для меня не означает что я не хочу их вышивать мне кажется что известные красивые сюжеты именно потому и популярны что прекрасны и удивительны и точно не надо отказывать себе в удовольствие их вышить и оформить два таких набора dimensions сейчас лежат на столе первый это кофейный магазин в серии петит ёлка красная и голубая дверь украшенная венками сани с подарками идет снег в наборе восемнадцатый каунт аиды и яркие новогодние ниточки есть у меня и парный к нему сюжет магазин игрушек оформить их яркие рамы и будет потрясающий новогодний декор для дома второй набор из gold collection это holiday village очень много у компании новогодних пейзажей с яркими цветами праздничным настроением роскошным небом этот сюжет один из моих самых любимых во всей серии и мне очень хочется любоваться им новогодние дни незабываемое закатное небо великолепная новогодняя елка заснеженная деревня сугробы мост через реку украшенный венком храм много людей праздник рождества кто-то мчится в санях а дети лепят снеговика много деталей и потрясающее настроение есть в этой работе в составе аида шестнадцатого каунта и пайетки они будут украшать елочки вот эти две венок и крышу строения по моему очень быстро показала оборотную сторону исправляюсь мне кажется что вместе эти вышивки будут смотреться просто чудесно ярко празднично и очень по-новогоднему новогодний во всех смыслах набор приехал ко мне совсем недавно от моей снегурочки называется очень лаконично санта это неизвестный мне производитель сейчас показываю его название необыкновенно волшебный санта с роскошной бородой в красной шапке шубе с посохом в руках развиваются вокруг него ленты звезды кисточки происходит волшебство а теперь когда вы немножко поразглядывали сюжет представьте каким роскошным будет отшив вот этими материалами цвет цвет основы просто великолепный цвет амстердам к сожалению этот цвет был снят с производства как возможно такой такой потрясающий цвет яркие нитки крейники бисер все будет искриться сиять переливаться и я уверена санта получится незабываемым хочется отложить все и нажав стоп на записи броситься его вышивать и покажу вам чуть-чуть небольших наборов которые тоже мечтают чтобы их вышили реализовали дали им жизнь первый набор для создания новогодней елочной игрушки называется брызги шампанского от компании филигрис к прошлому новому году я уже собрала некоторое количество подобных украшений для елки делилась с вами результатами очень они получаются красивыми и великолепно выполняют свою функцию украшать елочку в набор входит пенопластовая основа и все необходимые элементы пайетки ленты бусины гвоздики и подробная инструкция обязательно соберу к следующему новому году заждались отшива и подушечки от just man christmas dragon ornaments и christmas butterfly ornament в комплекте идут схема и шарм а основу и нити нужно докупать было отдельно показываю вам сейчас бабочку и стрекозу посмотрите смотрите какие какие они красивые и вот как это выглядеть будет после отшива сочное контрастное сочетание красных и зеленых цветов ниток у меня собран комплект для того чтобы вышить эти два сюжета и спокойный фон основы оформлять их планирую в виде зигугу и будут они выполнять функцию новогодних игрушек и еще один сюжет от JustNone называется Floral Fifteen схема и пак в виде бусин и бисерин ткань я для этого проекта подбирала давно и не уверена что я ее оставлю а вот оформлять буду в виде без корню и использовать по назначению как игольницу далеко не все наборы уместились сейчас в кадре и конечно это не все что я хочу и буду вышивать 2022 году так как так как начинаю процессы по большой любви и вдохновению уверена что появятся новые покупки будут праздники и конечно подарки новые желания и я не хочу себе в них отказывать ведь вышивка это хобби мое творчество и мне нравится получать удовольствие от того что я делаю и делиться с вами всеми впечатлениями радостями и переживаниями надеюсь вам было любопытно я бы хотела вас попросить написать в комментариях тот сюжет который ждете именно вы и если звезды сложатся я по количеству голосов начну один проект который ждете именно вы благодарю за внимание здорово если вы поставите лайк и поддержите меня ну и конечно подписывайтесь чтобы не потеряться и приходите в гости я вам расскажу как дела у этих дизайнов надолго не прощаюсь будет интересно всего вам самого доброго друзья спасибо 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 спасибо